МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости. С вами Динара Саду. Здравствуйте. В южных районах Приорали приступили к противоклещевой обработке дворов и скота-сельчан. Очаги обитания переносчиков Кунго-Крымской геморрагической лихорадки выявлены в 127 населенных пунктах региона. К борьбе с опасными насекомыми приступила 21 бригада дезинфекционистов. В прошлом году от укусов клещей пострадали 27 человек. Двое из них были инфицированы, один скончался. С начала нынешнего года зарегистрировано уже 22 фактов. К счастью, страшный диагноз ни в одном из случаев не подтвердился. Нынешний эпидезон на противоклещевую кампанию область потратит 202 миллиона тенге. Согласно установленному графику, дезинфекции подлежат 19 населенных пунктов Жанокурганского района, где выявлены зараженные клещи. В Шилийском районе противоклещевая обработка дворов пройдет в 25 населенных пунктах. К работам будут привлечены в общие сложности 68 единиц техники и полсотни специалистов. Противоэпидемиологические мероприятия пройдут в два этапа – весной и осенью. Эвакуированных из-за повышения уровня воды в реке Ирты жители села Берлик в Восточно-Казахстанской области временно разместили в Глуховской средней школе. По информации местного департамента по чрезвычайным ситуациям, это 18 человек. Всего на встеленном пункте 40 домов, в которых проживает больше 100 сельчан. В районе ведутся укрепительные работы. Задействовано 40 спасателей, 13 единиц техники и 4 плавательных средства. Мы следим за развитием ситуации. В Уральске коммунальные службы сейчас работают круглосуточно. Все силы брошены на вывоз снега и талой воды с улиц. По информации дорожно-эксплуатационного предприятия, в сутки поступают свыше 200 заявок с просьбой прислать технику для откачки воды. 500 человек рабочих сегодня трудятся на городских улицах по очистке снега и откачке талой воды. Задействованы свыше 100 единиц специальной техники. В марте в регионе выпало много снега с потеплением. Улицы в ряде микрорайонов превратились в сплошные лужи. Защиганские жителям микрорайона Балауса приходится в эти дни проносить детей через лужи на руках. Маршрутные автобусы не доезжают до конечной остановки. Добираться до школы и садика приходится пешком. Такая ситуация повторяется каждую весну, жалуются горожане. Нам трудно идти в школу в такое время. Как видите, грязь такая. Автобусы к нам не заходят туда. Мы живем на конечном. Две остановки и идем сюда. Ребенок приходит со школы грязным. Мы у Акимата просим дорогу, нам хорошую дорогу. В микрорайоне Балауса на сегодняшний день сформирована, разработана проектная смертная документация на 581 миллион тенге. Это основные улицы, где проходят автобусные маршруты. Данные работы будут сделаны, выполнены в ближайшие годы по мере выделения финансов. В ближайшие два года эти данные работы будут выполнены. У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщила геологическая служба США. Эпицентр подземных толчков располагался в 50 километрах от города Якики. А очаг залегал на глубине почти 35 километров. По данным Рейтера, в связи с ударом стихии в близлежащих районах эвакуированы школы, больницы и другие госучреждения. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Я очень испугалась за своего ребенка. Я вспомнила события четырехлетней давности. Тогда землетрясение унесло жизни людей. Сначала у людей началась паника, но потом стало ясно, что землетрясение не такое сильное. Все нормально. Экс-президент Южной Кореи Пак Кынхе приговорена к 24 годам тюремного заключения. Бывшая глава государства была признана виновной во взяточничестве и в превышении должностных полномочий. Отмечу впервые в истории судебное заседание транслировалось в прямом эфире. Сама Пак Кынхе на нем не присутствовала из-за плохого самочувствия. Напомню, экс-президента Южной Кореи задержали в апреле прошлого года. Ей были предъявлены обвинения по 18 пунктам, в том числе в коррупции, взяточничестве, превышении должностных полномочий, а также в раскрытии государственной информации. Ким Чанг-Дин. Отмечу в конце января этого года, бывший глава государства был приговорен к 12 годам и одному месяцу лишения свободы. В соответствии с бразильским законодательством, человек, осужденный за коррупцию, теряет право занимать выборные должности. Однако, несмотря на многочисленные обвинения, Лула Дасилова остается фаворитом президентских выборов, которые пройдут в Бразилии в октябре. Продажи новых автомобилей в Великобритании существенно упали. Продолжение аналитики это связывает с неопределенностью в деле Брекзита и с введением новых акцизов на транспортные средства. Рассказывает наш собственный корреспондент Великобритании Галамжан Караманова. Март прошлого года стал самым популярным месяцем среди покупателей, так как британцы стремились приобрести авто до введения новых акцизов на транспортные средства. Новые ставки налога для машин с дизельными двигателями вступили в силу в апреле нынешнего года, согласно которым покупать новые авто стало невыгодно. Реализация автомобилей, использующих альтернативные виды топлива, увеличилась на 5,7%, а машин с бензиновыми двигателями на 0,5%. Аналитики данный фактор связывают также с выходом Великобритании из состава ЕС. Продажи автомобилей в Великобритании в течение последних 12 месяцев падают очень быстро. И на это есть несколько причин. Кроме высоких налогов на дизельные автомобили, которые были введены год назад, очевидным фактором является неопределенность по делу Брексит. Потребительское доверие стало ниже. Продажи дизельных автомобилей упали не только в Великобритании, но и во многих европейских странах. На это повлияли дополнительные сборы и новые налоговые обязательства. Из-за выбросов в атмосферу руководства ряда крупных городов, включая Мадрид, Париж и Афины, были вынуждены прийти к таким жестким мерам. Например, в городах Швеции через два года будет разрешено ограничивать вес старым дизельным авто. Это сделано для улучшения окружающей среды и борьбы с загрязнением воздуха. Въезд в эти зоны будет разрешен авто с дизельными двигателями, которые соответствуют стандартам Евро 5 и 6. Автомобилям с бензиновыми двигателями будет разрешено въезжать в эти зоны, если они тоже будут соответствовать определенным стандартам. Халмжан Харман, Великобритания, Лондон, специально для Хабар-24. Продолжаем выпуск. Зараженные продукты выявили на прилавках Уральска специалисты Департамента по охране общественного здоровья в ходе контрольной проверки. В курином фарше, сладкой массе с ванилином самарского производства и твороге, добрая буренка саратовских производителей, обнаружены сальмонелла и кишечная палочка. Предпринимателям выданы предписания об изъятии этого товара из оборота в 10-дневный срок. Также специалисты выявили нарушение маркировки продукции. В некоторых случаях показатели по микроорганизмам не соответствовали нормам. На упаковке указаны две разные даты изготовления. В итоге шесть предпринимателей оштрафованы. Напомню, ранее зараженные кишечной палочкой молочные продукты и мясо птицы обнаружили в октябре. Из вот этих 111 проб выявлены 26 несоответствующих проб. И основное их количество приходится на производителей стран Таможенного союза. А именно из Российской Федерации это 20 проб и две продукции из Республики Беларусь. Также были выявлены несоответствия среди производителей таких стран, как Украина, Сербия, США и Франция. Перепрофилировать долгострой в студенческие общежития предлагают в Центре государственного частного партнерства. Идея разработана в рамках реализации пяти инициатив президента о создании 75 тысяч мест в общежитиях до 2022 года. Переоборудовать в жилые помещения можно торговые центры и даже залоговое имущество банка второго уровня, считают эксперты. При этом само здание бизнесмены могут оставить в собственности до окончания срока договора ГЧП. После оно будет передано учебному заведению. Также в будущих общежитиях планируют продумать и досуг студентов, открыть там зоны эковоркинга, фитнес-центры и кинотеатры. Программу планируют внедрить до конца этого года. Депутаты парламента Кыргызстана хотят отказаться от служебных квартир в пользу выпускников интернатов. Очень часто сироты после выхода из стен социально-учебного учреждения оказываются без крыши над головой. Известны случаи, когда молодые люди были вынуждены жить в гаражах, пока не обустроят свою жизнь. Подробнее расскажет Бака Чермашев. 17-летний Сергей живет в одном из социально-реабилитационных общежитий столицы. В отличие от многих его сверстников, таких же выпускников интерната ему повезло. В первое время он, по крайней мере, не остался на улице, хотя случаев, когда молодежь из интернатов и детских домов остается без крыши над головой, предостаточно. Это тот самый промежуток времени, когда молодые люди еще не определились в жизни и не имеют практически никакой возможности найти себе приют. Выпустяки живут в разных местах, где приходится. Из-за жизненной ситуации, из-за бессвыртного положения. Они идут, как могут. Кто-то коров в хозяйстве занимается, кто-то парники за ним работают, кто-то тачки таскает, многие бросают свои учебы, образования, из-за бессвыртного положения, потому что нет со стороны государства и Министерства социальной защиты, поддержки. Чтобы поддержать молодежь, депутаты парламента решили отдать часть своих квартир в распоряжении выпускников интернатов. Поправки в закон о служебном жилом доме вынесены на общественное обсуждение. По словам инициаторов идей, многие квартиры, где должны проживать депутаты Джугур-Кокинеша, попросту простаивают. К примеру, парламентское жилье в одном из микрорайонов Бишкека пустует уже 7 лет. У Джугур-Кокинеша есть служебный дом на 35 квартир. Каждая из квартир состоит порядка из трех, из четырех комнат. И мы думаем, если в эти комнаты по 3-4 человека размещать, как в общежитии, в кампусе, мы сможем примерно обеспечить жильем порядка 400-500 ребят. Учитывая, что у Джугур-Кокинеша есть еще и другие квартиры в других местах. Однако у благотворительной идеи есть и противники. Это приезжие депутаты, у которых нет собственного жилья в Бишкеке. В ответ на это их коллеги-парламентарии заявляют, что свой же личный вопрос такие депутаты могут решить через ипотеку. А выпускники интернатов такой возможности не имеют. Впрочем, это вовсе не значит, что выпускники интернатов будут жить в парламентских квартирах всегда. Срок их проживания ограничен до 25 лет. До этого срока молодые люди должны будут найти работу или получить образование. Дальнейшая судьба будет уже в их руках. Бакыч Ермашев, специально для Хабар-24, Бишкек, Кыргызстан. О повышении заработной платы учителям, газификации села, государственных образовательных грантах и ускорении темпов перехода бизнеса на цифровой формат. Об этом и другом говорили депутаты Можелеса парламента на встрече с населением приоралия по разъяснению пяти социальных инициатив президента. Парламентарии побывали во всех районах области и ознакомились с деятельностью ряда предприятий. В Шилийском районе на примере местной птицефабрики депутатам продемонстрировали результаты расширения микрокредитования. Сейчас здесь производят до 20 тысяч яиц в сутки. В планах открытие линии по выпуску 65 тонн мяса птицы в год. Новшество внедряет и самый крупный тепличный комплекс района, расположенный в аульном округе Кокшока. Использование энерго- и влагосберегающих технологий позволило хозяйству повысить доходность и создать новые рабочие места. Кроме того, за 10 лет площадь теплиц увеличилась в 7 раз. На территории двух гектаров, помимо огурцов и томатов, в этом году приступили к выращиванию дунганского чеснока. К слову, на сегодняшний день в Шилийском районе 11 тепличных хозяйств выращивают до 360 тонн овощных культур. Устойчивая к холоду, малозатратная и неприхотливая культура не требует особых условий и специальной обработки. За весь сезон по технологии капельного орошения затраты воды на 17 соток составляют в среднем 50 тонн. Если огурцы и помидоры мы можем хранить от 5 до 7 дней, то чеснок до полугода. Сейчас уже есть и рынки сбыта. Такие проекты – это уже большой результат тех социальных инициатив главы государства, которые озвучены. Я думаю, по тем вопросам, по ипотеке, по микрокредитованию особенных таких вопросов нет. И мы были в Национальной палате предпринимателей, где созданы все условия, но я думаю, там придется улучшить работу, потому что все хотят, чтобы получить информацию в онлайн-режиме. Это требует время, это экономит время и самих предпринимателей, и этих центров. Полуфиналисты конкурса социальных идей и проектов, ежегодно проводимых фондом первого президента Республики Казахстана, защитили свои разработки перед жюрией. Конкурс проводится уже 14-й год подряд, и на этот раз охватил всю страну. Поступило более 150 заявок, из которых было отобрано 50 лучших. В финал выйдут 10 самых интересных предложений, направленных на решение вопросов в социальных сферах образования, культуре, здравоохранении, возрождении традиций, сохранении экологии. Между ними фонд распределит в виде грантов порядка 40 миллионов тенге. Как правило, участники используют деньги как стартовый капитал, чтобы развивать свои идеи. К примеру, авторы проекта «Живая юрта» мечтают, чтобы такие зеленые беседки появились во всех школах и дворах. Из побегов «Белой ивы» мастера формируют кириге, как в стенах юрты. А через два года верхушки молодых ив сплетают в шиныра. Мы сможем построить теплицу, если нам будет дано финансирование. И с осени по весну мы можем размножать растения, саженцы «Ивой белой». И для того, чтобы «Ива белая» у нас была вечно зеленой, в этом году мы ввели инновацию. Это посадка по контуру юрты, плюща садового. В проекте участвуют дети, то есть они полностью садят. И если мы выигрываем, то на территории школы мы построим теплицу, в которой будут также трудиться, приобщаться к социальной программе все школьники, которые у нас обучаются. Первое заседание Казахстанской российской комиссии по сотрудничеству в области архивов прошло в Алматы. Стоит отметить, что государственные архивы двух стран давно и тесно взаимодействуют, однако специалистам не хватало вот такой диалоговой площадки. Во время встречи представители Федерального архивного агентства России Министерства культуры и спорта Казахстана наметили план совместной работы на ближайшие два года. Многовековые исторические узы, связывающие наши страны, дают исследователям огромные возможности. Один из ярких примеров программы «Агмадиня Мура», в рамках которой наши ученые нашли множество документов об истории Казахстана в 18 и 19 веках. Российская сторона отмечает, что собранная с помощью казахстанских коллег выставка об освоении целины имела в Российской Федерации большой успех. Приграничные регионы могут быть полезны друг другу, и таких значимых для обеих стран моментов в истории немало. Тем более, что у исследователей есть уже несколько интересных совместных проектов. Подготовка сборника документов, посвященного послевоенному восстановлению экономики Казахстана. Есть сборник документов, посвященный историю Турксиба. Есть сборник документов и выставка, посвященная истории Байконура. Одна из самых ярких страниц советской истории – это история Великой Отечественной войны и подвиг многих казахстанских воинов и тружеников тыла. Сегодня во многих странах мира, в том числе и в Казахстане, отмечают Международный день спорта на благо развития мира. Он провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Спонсорами проекта выступили Беларусь, Грузия, Македония, Россия, Румыния, Сербия и наша республика. Мировое сообщество отмечает День спорта уже в пятый раз. В этот праздник жители разных стран принимают участие в спортивных состязаниях, марафонах, велосипедных гонках и других спортивно-массовых мероприятиях. В самом отдаленном населенном пункте Мангуставской области заканчивается строительство спортивного комплекса. Жители небольшого села, население которого составляет всего 2000 человек, строят объект самостоятельно. На призыв откликнулись несколько предпринимателей. Откроют спорткомплекс уже в мае. Здесь будут оборудованные залы для занятий фитнесом, самбо, борьбой, кикбоксингом. Спортивный комплекс площадью 2000 квадратных метров сможет принять одновременно больше 300 человек. Самые маленькие жители села ждут открытия с нетерпением. Сейчас юные спортсмены вынуждены заниматься в необорудованных залах Дома культуры. На этом пока все. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok